Каждое утро любого руководителя начинается с финансовой оперативки. На совещание собрались руководители отдельных структур, а в общей сложности Леана Киршина стоит у руля многопрофильного предприятия с численностью 1400 сотрудников. Леана Раифовна 5 лет является генеральным директором завода искусственных кож. В этом году глава города предложил выдвинуть ее кандидатуру на региональный этап всероссийского конкурса «Женщина-директор года». К участию в этом конкурсе было допущено 48 человек, из них выбрали 15 финалистов, в числе которых оказалась я. А второй этап уже этого конкурса, он проходил очный, нужно было представить себя, свою компанию, чем ты занимаешься, рассказать о себе. Он проходил в конференц-зале торгово-промышленной палаты 28 ноября. Все участники финалисты были награждены в той или другой номинации. Но я, не знаю, к своему удивлению, к счастью, я заняла самый главный приз. Для участия в конкурсе был создан презентационный ролик, в котором генеральный директор рассказала о себе и о предприятии. Стоит отметить, что Леана Киршина возглавила завод искош в сложные времена. Сегодня это стабильное многопрофильное производство. Завод искусственных кож – один из первых принял участие в пилотном национальном проекте программы производительности труда. Мы много денег привлекаем на обучение сотрудников предприятия, потому что без изменения сознания людей, без изменения подхода к методам организации производства того же, к организации управления, мы, став участниками этого национального проекта, есть возможность привлечь денежки на всякие различные тренинги. У нас искош, мы в этом году обучили 401 сотрудник, обучился по разным программам. Сегодня искош – это четыре крупных технологических производства. Это текстильные и швейные фабрики, выпуск продукции из ПВХ тканей и производство конфекционных изделий. Завод обеспечивает продукции населения и предприятия не только России, но и ближнего зарубежья и СНГ. В следующем году искош отметит полувековой юбилей. Татьяна Кокорина, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует... Продолжение следует...